В Нанбеларуси создали 11 новых клеточных разработок. Сейчас они проходят клинические испытания. Наше государство опережает развитые европейские страны в количестве таких методов. Их более 60. Применяются от лечения онкологии до стоматологии. Благодаря технологии уже около 300 пациентов вылечились от злокачественных опухолей. Беларусь вошла в топ-10 лучших стран для переезда по версии британского портала Global Living Index. Так, по стоимости электроэнергии наша страна на третьем месте в мире, а по ценам на газ и вовсе на втором. При составлении рейтинга оценивались такие факторы, как стоимость недвижимости и среднемесячная зарплата. В стране планируют увеличить разведение ценных видов рыб. Два новых комплекса построят в Могилёвской области. Мощность производства позволит выпускать по тысяче тонн продукции в год. Так сократят импорт, а цены в магазинах станут доступнее для покупателей. Всего в Беларуси 16 хозяйств, где разводят форель, осетра и сома. 119 белорусок получат орден матери. Это жительницы Витебской, Гумельской, Гродненской, Минской и Могилёвской областей. За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы промышленных предприятий, строительные отрасли, банковского сектора, транспортной и налоговой сферы. Среди них две вобручанки. На республиканском празднике Купалья выступят артисты белорусской эстрады Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Руслан Олехно, Жанет и многие другие коллективы. Победители различных конкурсов. Апогеем торжества станет гала-концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. Двухчасовое музыкальное шоу завершится фейерверком.